Продолжение из-за кефира в истории случались не раз. Сколько копий сломали петербургские промышленники, чтобы этот молочный напиток появился в России? Существует легенда, что кефирные грибки, достояние князей Кавказа, молочный технолог Ирина Сахарова, заполучила хитростью. Историк русской кухни Павел Сюткин пересказывает любовное предание о князе по имени Бекмерза Байчоров. Ирина как-то втерлась в доверие к этому кавказскому владельцу этого производства. Дошло до того, что он даже похитил ее, намереваясь, видимо, жениться. Но тут мешалась жандармерия. Дабы замять скандал, князь принес в дар девушке 4 килограмма кефирных грибков. Было это 110 лет назад. А потому эта история обросла легендами. Мы разыскали потомков героев и попытались восстановить события. Это правнук князя Бекмерзы Алимурат Тикеев, доктор медицинских наук. Он хранит письма технолога Сахаровой, которые она писала по возвращении с Кавказа в Москву. Я часто вспоминаю свою раннюю юность, где я провела частично в ваших краях этого милого человека. Ежедневные букеты роз с записками «Барышня, приди на свидание». Алимурат объясняет, у его прадеда были чувства к юному технологу из Москвы. Никто никого не похищал. Князь Бекмурза сам подарил кефирные грибки, поскольку хотел завоевать сердце девушки. Но не сложилось. Москвичка увезла подарок в столицу, и в тот же год кефир поступил на полки магазинов. Кстати, у правнука князя до сих пор хранятся те самые грибки. Он их подкармливает молоком по тому же принципу, как в русских селениях готовили закваску для теста, добавляя муку. Если долго не хотите использовать кефирные грибки, их можно просто просушить. Они превращаются в мелкие горошины, напоминающие рис. И хранятся неограниченно долго. А, собственно, почему за кефиром вели такую охоту? Можно сколь угодно долго рассуждать о его полезных свойствах. Но вот вам самая наглядная реклама кавказского Айрана. А именно так называют кефир местные жители. Она родилась 25 мая 1890 года. С ума сойти. Да. 1890 года. Этой женщине 127 лет. Она помнит Первую мировую войну и почти никогда не болеет. Весь секрет не только в горном кавказском воздухе и воде, но и в местной кухне, которая строится на мясе, зелени и Айране. И зря вы думаете, что такой целебный напиток доступен только жителям Кавказа. Приготовить кефир можно и в мегаполисе. Вы покупаете деревенское молоко из-под коровы, кипятите его, даете остыть до комнатной температуры и добавляете сметану. Опять, чтобы у нас была Айрана, вот так, посмотрите. Всего так? Да, всё. И мы, когда крышка, крышка, вот моя алмазка. Крышка. На следующий день. Всё, готово уже будет Айрана? Тёплый, хороший, нормальный. И потом вложим в холодильник. Одной процедуры будет недостаточно. Чтобы восстановить настоящий кавказский кефир, нужно выпить кастрюлю такого напитка и вновь откормить его молоком. Процедуру придётся повторить раз пять. Вот тогда кефирные грибки переродятся и станут настоящим напитком долгожителей. Недаром же чопранные англичане распробовали наш кефир. Совсем неудивительно, что идея принадлежит выходцам из России. Бывшая фигуристка Наталья Боус заскучала на чужбине по привычному для каждого россиянина продукту и запустила своё молочное производство. Британцы кефир распробовали. Их подкупила многовековая история напитка, хранившаяся в секрете горцами Кавказа более двух тысяч лет. Мы применяем вековые традиции России, где кефир производили веками. Там хорошо знают все аспекты этого производства. Вы думаете, что любой кефир содержит живые бактерии? Нет. Каждая вторая бутылка в магазине – это мёртвый кефир. Порошок из высушенных бактерий, разведённый в пастеризованном молоке. Распознать мёртвый продукт можно по упаковке. На ней никогда не указывают количество микроорганизмов в составе закваски. Но как отличить живой напиток от мёртвого? Технолог Марина Черкасова уверена – настоящий кефир ищите в холодильнике. Потому что тут процесс брожения, тут работают бактерии, всевозможные мизофильные закваски, которым необходим температурный режим, достаточно строгий. Это очень такая нежная культура. Кефир всегда должен быть охлаждённым. Срок годности – это показания к применению кефира. Его свойства меняются в зависимости от срока созревания бактерий. Однодневный кефир слабит. Двухдневный – нейтральный. Трёхдневный – отличное лекарство от диареи. Я люблю кефирчик трёх-четырёхдневного производства. Он уже более такой ядрёненький. И я думаю, что там уже больше полезных веществ, чем в таком обычном. Ещё одна уловка производителей – это название. Помните, что только продукт, называющийся кефир, настоящий. Кефирчик, кефирный продукт и прочие кефирные изделия на деле суррогат и подделка. В этих продуктах возможно наличие растительных жиров – пальмового масла, кокосового или говяжьего жира. Производители идут на эти уловки для того, чтобы, конечно, сделать продукт более дешёвым. Но пользы от этих добавок, уверяю вас, немного. Аналога кефиру нет, потому что, в отличие от всех молочно-кислых продуктов, он результат двойного брожения – молочно-кислого и спиртового. Каждому с детства известно, что этот детский напиток содержит в себе алкоголь. Чем старше кефир, тем крепче. Но в среднем – 0,04%. И благодаря этой микроскопической цифре кефир считается успокаивающим, лёгким, снотворным и даже антидепрессивным средством. Хорошо спится после кефира. Да, ну, понятное дело. Но тут встаёт вопрос, мучающий каждого водителя. Влияет ли этот напиток на управление автомобилем? Самая полезная программа проводит эксперимент. В качестве добровольцев вызвались банковский служащий, студент и санитар. Александр, 24 года, рост 1,83 м, вес 74 кг. Алексей, 43 года, рост 180, вес 92. Александр, возраст 41 год, рост 182 сантиметра, вес 112 кг. В роли кефирного рефери – врач-нарколог. Когда будет написана команда «Дудь», дуйте сильно, прямо в мунштук. Проводим контрольный замер до начала эксперимента. А после даём каждому участнику по стакану кефира. Ждём полчаса и выдыхаем. На приборе ноль промилле. Продолжаем эксперимент. Второй стакан. Снова замеры. Снова прибор не регистрирует опьянение. Вы можете выпить, в принципе, даже очень много кефира. Единственное, что от этого получит дискомфорт, вам захочется в туалет. Вот и всё. Алкоголя в кефире нет в том количестве, который бы запрещал садиться человеку за руль. Водить машину после кефира можно, уверяет нарколог. Но что, если вас остановили, попросили дунуть, и прибор выдал подозрительно высокие цифры? Ведь в том же трёхдневном кефире содержится 0,08% спирта, а в десятидневном – 1,5%. Человек вправе через 20 минут после этого пройти повторную такую же экспертизу, которая уже тогда покажет точность совершенно абсолютной ноль. Дело в том, что в нашем организме очень быстро утилизируется небольшая концентрация алкоголя. И 20 минут достаточно, чтобы весь спирт улетучился. Это же правило работает с квасом, даже если он живой, и даже если он забродил на солнце. Но если вы перебрали, и далеко не кефира с квасом, вам на помощь придёт кефир. Он очищает организм от продуктов распада алкоголя и помогает восстановить запас минеральных веществ и витаминов. А молочная кислота снабжает организм энергией. Но только помните про меру – не больше 600 мл, чтобы не захмелеть.